В столице Чувашии в четвертый раз прошел фестиваль молока. На празднике была представлена молочная продукция ведущих предприятий отрасли. Гости фестиваля смогли продегустировать молоко и то, что из него делается. Поучаствовать в различных конкурсах, узнать много интересного о возможностях использования молока в изготовлении кондитерских изделий и косметологии. Подробности в нашем репортаже. Молоко всегда ассоциируется со здоровьем, теплом и уютом домашнего очага. Попробовать вкусный и полезный напиток, а также ответить творог, кефир, ряженку и другие кисломолочные продукты можно было на фестивале молока. Он проводится в республике в четвертый раз и стал популярным среди жителей столицы. Подборный, да, до пяти. Мы же с детства выросли на этом молоке и молочном продукте, имея в виду кисломолочную продукцию. Так ведь? Сегодня в республике 17 предприятий занимаются глубокой переработкой молока. С начала года они произвели 73 тысячи тонн цельномолочной продукции, полторы тысячи тонн сливочного масла, сыров и творога. По данным Министерства сельского хозяйства республики, потребности населения Чувашии в молоке за счет собственного производства обеспечены на 132%. Михаил Игнатьев интересовался не только ассортиментом продукции, но и взаимодействием переработчиков с производителями молока. А перерасчет делаете, да? И максимально сколько получается для производителя? Где-то 16,50, где-то около 17, ну по-разному, смотря какое качество молока. Ну вот качество, да? Да. Для детей как раз. Козловская. Для взрослых. Это что говорите? Мы сейчас заняли первое место. А что это с ним? Это реактор. Пять перерабатывающих предприятий Чувашии выставили свою продукцию на фестивале молока. Здесь можно было отъедать все, что они производят. Что любите? Кефир? Вот девушка сейчас. А? Пожалуйста. А вы дружи. А меды подавайте, пожалуйста, нашим ветеранам. Кефир молока, конфеты. Не, спасибо. Пробуем. Да, конечно, конечно. Конечно. Кефир? Я за вас. Спасибо. Спасибо за поддержку. Кефир мне дешевый. Одни производители предлагали попробовать молочные и кисломолочные новинки на вкус. Другие демонстрировали, как можно использовать молоко в кондитерских изделиях, а также в косметических целях. Выставка вызвала большой интерес у жителей республики. Лучшие сотрудники молочной отрасли были награждены грамотами и ценными призами. Торт за наши производители. Есть операторы машинного ДН, которые почти что надоевают 10 тысяч литров молока, 9 тысяч 500, 9 тысяч. Об этом мы 10 лет назад только мечтали. А сегодня по результатам труда они добиваются таких побед. Понятно, есть вопросы. Надо еще работать больше для того, чтобы таких операторов машинного ДН было больше. Это наша задача. Задача земледельцев. Задача сельхозтоваропроизводителей. И мы с этими задачами справимся. Также в рамках фестиваля были подведены итоги конкурса детских творческих работ. Мама нашла в интернете конкурс и предложила мне участвовать. Я люблю молоко и любой молочный продукт. Такие фестивали помогут увеличить число тех, кто с удовольствием будет пить молоко и кисломолочные продукты, считает глава Чуваши. А значит, станет более здоровым. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!